С этого спектакля начиналась послевоенная история Большого театра Беларуси. Опера «Царская невеста» радовала нашу публику более 60 лет и сегодня возвращается на сцену обновленной. Премьера уже 25 марта, а пока трупы активно репетируют, а художники заканчивают работу над костюмами. Как выглядит наряд одного из главных героев Ивана Грозного, увидела моя коллега Инна Пелевич. Для выхода на сцену боярским одеждам пришлось значительно похудеть. Сбросили вес традиционных 30 до 3 килограммов. Все для того, чтобы артисты буквально не жарились во время выступления. Хоть в мировой культуре бояре представляются довольно тучными персонажами. Что уже говорить о певцах. Всего же около 350 костюмов, стилизованных под эпоху Руси 16 века, создается в швейных цехах Большого театра специально для премьеры оперы «Царская невеста». В театре около 20 градусов тепла. И если мы сделаем шубы полностью отороченные, мало того, что отороченные мехом, а еще подбитые мехом, то просто актеры 30-40 килограммов, которые тогда весили боярские одежды. Сам Иван Грозный появится на сцене в двух облачениях. Монашеском и более для нас привычном царском. Для последнего вручную окрашивали жаккардовую ткань, которую вскоре разошьют настоящим жемчугом. Камни, слава богу, не сваровские, поэтому они немножечко дешевле. Но вообще мы старались и жемчуг, и камни подбирать соответствующие настоящим историческим памятникам, связанным с Иваном Грозным. Вы влипли рукой в спину дочери и не хотите поворачиваться? При утверждении на парте учитываются не только вокал, но и пластические данные. Контролирует каждое движение трупа главный режиссер Большого театра Михаил Панджавидзе. В его биографии это уже вторая царская невеста. Шесть лет назад поставил одноименный спектакль в Екатеринбургском театре. Попытаться заострить внимание людей на, наверное, те проблемы, которые были тогда и будут, наверное, всегда. Это отношение власти и человека. В каждом персонаже своя пластика, и ее нужно наработать, к ней нужно привыкнуть, ее нужно найти. Для этого всего нужно время, опыт, ну и работа. В 19 веке римский Корсаков за основу оперы взял драму, основанную на реальных событиях. На сцене разворачиваются интриги с ужасающими страстями. По сюжету одна из жен Ивана Грозного Марфа умирает через две недели после свадьбы. Опера русской истории вошла в репертуар многих музыкальных театров мира. В новой царской невесте не будет исторических ошибок. К примеру, в постановках многих театров присутствует боярское чаепитие. Хотя на самом деле этот напиток пришел на русские земли намного позже. Поэтому в премьерном спектакле герои дадут предпочтение квасу с медом. В белорусской постановке вместо четырех актов дадут два. Пока труппа готовится к премьере в репетиционных классах. Но уже на следующей неделе артисты прогонят спектакль на большой сцене. Инна Пелевич, Виталий Селявка, агентство Тельновостей. Продолжение следует...